всем привет мы сегодня находимся на международном авиакосмическом салоне в городе жуковский 2015 год только-только что зашли и будем показывать что тут имеется народу все нереально что-то очень много всякий слышал о том что этот макс будет достаточно бедным плане участников ну и соответственно посетители но как-то совсем все по-другому и наблюдаем кстати вот один из наших современных и российских самолетов новых суперджет сегодня слышал новость то что на него сделали заявку в турции на него сделали заявку в сирии вот такой красавец самолет достаточно маленький это буквально аналог боинга 737 но зато российского производства кстати ни разу не было на максе диечеринского самолета на обыкновенный грузовой видимо какой-то боинг или арбаст все поближе подойдем увидим ну да честно наверное рекламирует на это тушка вот как вот столько народ все не наблюдаем все нехорошие кстати погода не народу реально попозже чуть купим сувенирички не пойдем во внутрь павильона смотреть на прототипы проекта и остальные прикольчики мы зашли в сувенирную такую продукцию постоянно чем покажу чего продают какие-то игрушки на самом деле в основном то есть ну и где он видимо только в пределах того поля в общем собираемся сейчас пойти в вовнутрь павильонов вот такие вертолеты россии кстати сувениры достаточно дорогие там на магнитике наверно рублей по 200 минимум кстати прошу заметить такой факт то что тут присутствуют флаги украины америки ну и всех остальных в основном государстве я не знаю насколько это верная информация но американские летчики у нас тут летали только что а вот тема будет сказано это ракетное вооружение россии по крайней мере тут макет чем мне нравится всегда ходить по павильонам то что в них очень красивые модели все представлены на улице все время ничего интересного такого нету я имею ввиду в плане полетов кстати вот еще одно доказательство того что тут китайцы у нас корейцы блин какой мягкий пол нормальная щит вот и космическая программа очень похожа на наши ракет носители союз и протон а то не китайцы авиакомпания сам меня немножко удивляет на брелле нашли легкомоторный планер если это просто планер не знаю наверно это официально ну и конечно куда до самолета дубла не знаю зайти нам туда нельзя ну и наверно тут это последняя экспозиция такая будем выдвигаться скоро домой мне нужно собираться в нью-йорк я не знаю когда этот витос выйдет до путешествия или после но в любом случае что нибудь увидите пока там я не знаю не знаю что там и все и я не знаю я